доброе утро дорогие коллеги приветствую всех на интерстриме инвесторов и трейд тв надеюсь вы также прекрасно отдохнули как и я и готовы вступить в битву за деньги давайте поставим себе цель на этой неделе заработать больше чем за весь предыдущий год тем более что идеи для этого есть не каждая неделя дает такие идеи вот сейчас мне кажется будет очень интересная идея напомню что сегодня у нас 20 сентября я сам чуть не забыл уже время бежит 20 сентября понедельник начала новой трудовой недели желаю всем удачи давайте посмотрим технически затем фундаментальные анализы и примем решение как нам жить и работать на этой неделе ну и вот что я имел ввиду когда говорил о том что идеи есть друзья доллар продолжают укрепление это у нас дневной график давайте все уровни эти уберем были промежуточные что у нас уже попробовалась мы ждали коррекцию пятничного смотрите как ломануло все вниз а с моменте 1 1707 мы здесь были в августе поэтому порно месяц назад 18 августа 20 августа я смотрю то есть это никакая не революция но понятно что наверх мы не ушли и что понедельному графику мы ударились ровно в показатели апреля и до закрытия зеркальность с центром в двадцать восьмое марта работает и мы скорее всего идем ну если мы повторяем этот путь теперь уже идем не просто на локальный уровень один шестнадцать семьдесят шесть и не просто на один шестнадцать как оксана говорила еще несколько месяцев назад но и идем видимо на начало этого движения один четырнадцать двадцать девять естественно это не будет прямо так такими сплошными красными линиями я уверен что будут какие-то проторговки боковики ну вот но то что движение вниз и для нас мы торгуем продай для нас движение вниз на сегодня с текущих 1 17 0 6 на 1 16 76 40 пипсов от текущих я бы не стал жадничать поставил бы 30 пипсов от текущих тем более что мы уже часть пути прошли это мы прошли на азии европа только просыпается только мужики выходят на работу 19 пипсов мы уже прошли еще 30 совершенно спокойно можем пройти поэтому верю что мы сейчас если сейчас действовать то мы будем вовремя по фунту ситуация немножко другая мы видим здесь поддержку у нее стучались дневной график встречались уже дважды в августе встречались в июле 136 0 9 вот будем ли стучаться сейчас думаю что да думаю что да сейчас давайте мы ее обозначим поточнее вот но сегодня посмотрите уже какой путь пройден давайте посмотрим какой и прямо скажем что сегодня убираю все лишнее друзья но такой торговый диапазон давайте поставим как наиболее актуальный уже проскочили вниз на азии и предполагать что дальше двинемся наверно можно но зараза тоже уже знаете уже когда-то пройден у трейдера рука рука начинает дрожать 60 пипсов уже проскочили ну конечно мы можем проект проскочить и 160 по пункту это не вопрос то есть 40 пипсов можем запросто вниз проскочить но я бы уже выбрал евро где еще так сказать все 19 пипсов начала пути можно здесь уже бы побоялся хотя цель мы тот кто бесстрашный человек и любит фунта верит фунта цель 1 36 0 7 есть она явная хорошо заметная поэтому взять фунта и поддержать может быть день может быть 2 мне кажется можно но для интродейной идеи уже поздновато все-таки азиатская тема уже отработала доллар японская иена часто живет против рынка то есть доллар укрепляется по еврику по фунту а по и не может спокойно падать поэтому здесь кто любит торговать фунтом продавать вниз на 30 пипсов пожалуйста но для меня это тоже не вариант когда здесь цель с текущих сто девять семьдесят шесть до сто девять тридцать четыре сорок два пипса вполне себе вполне ну просто торговать доллар вниз при его росте ну как-то я не знаю страшно чистого человеческий далее друзья швейцарский франк мы хорошо слушайте в пятницу вообще не было коррекции смотрите продвинулись и ломанули наверх но 9324 в моменте я бы здесь наблюдал за уровнем 093 21 как мы будем выше него торговаться ниже если то скорее всего будет отбой то есть по фарфа франку например я не оптимист по доллару франку как особо не а кстати у нас же по по этому по еврику же был у нашего коллеги у севера романа севера был прогноз шорт на всю котлету что-то я забыл озвучить и он вообще показывает смотрите с текущих прям все ломить продавать был прямо следующие у него все чуть ли не сегодня после нет завтра после обеда он прямо видит чуть ли не 116 60 вот такая цель у нашего коллеги прямо взрослая на к подумайте над этим это это очень решительно действие тем более что смотрите доллар франк показывает что рост доллар утренний может остановиться доллар франк заворачивает друзья туда же доллар и евро еще пять раз подумали брать не брать давайте пока подумаем надо было первичное действие стандо общего просмотра вот дальше коллеги доллар канадец нефть растет как чумачечья и вот по доллару канадцу мы идем к цели давайте берем все лишняя цель называется 12822 это 19 пипсов от текущих ну не знаю мне кажется мне кажется рискованно давайте посмотрим австралийский доллар доллар стоит на сильнейшей поддержке которая называется 07232 но я думаю тоже слушайте такое впечатление что останавливают доллара коллеги такое впечатление что сейчас поднем боковике да доллар смотрите как ударил по фонде растущий доллар все прокинул по фонде ударил фонда сыпется 15 181 поддержка здесь поблизости некуда здесь заходить и посмотрите что творится на и сам пипецок мы выходим на сильные сильные уровни коллеги вопрос в том пробьем мы их или нет постучались мы уже раз ну это считаем фиксация это раз два три четвертый раз мы стучимся в этот сильный уровень коллеги у кого какое мнение смп 500 пробьет ниже или нет может мне кажется пробить рискованно естественно смотрим наблюдаем уже две минуты вернее два часа стучимся в эту в эту линию тренда пока не пробили горизонтальный тренд давайте попробуем чтобы у нас не путал сейчас работает горизонтальный уровень работает тренд растущий пробиваем его вниз или нет мне кажется можем если доллар так дальше продолжить себя вести золото продвинулась ниже отбивается слушайте доллар разворачивать будет серебро продвинулась ниже уже зашло в плюс а же тема тюшка вниз 7101 нет у меня позиции 747 бренд а до этого блага будет я натуральный газ друзья натуральный газ с гепчиком леса небольшим ну что вернулись норвежцы на рынок северный поток 2 обещают запустить 1 октября видимо вот это вот истинка вокруг натурального газа все-таки подсошла на нет мне кажется и нефть и уголь тоже пойдут в этой ситуации вниз использовали хорошо но давайте посмотрим пробьем ли вниз по натуральному газу 489 и 8 доллар турецкая и расстреляет хорошо мы уже отбили посмотрите уже отбили процентов на 30 вниз китайский уань растет значит то что сейчас творится в китае по сути идет ликвидация крупного бизнеса частного говорит о том что доллар китайский уань будет иметь стратегический рост к сожалению у нас тоже тема уже до вступления вот поэтому судя по всему то что мы говорили что доллар рубль надо брать по ситуации надо брать и доллар юань коллеги стратегически потому что у них выборы еще раньше нас за счетом году следующие в китае там 22 23 год выбирают генеральную ситуацию как а пока и председателя кнр поэтому там два года будет расколбас закручивание дает ну потому что понятно богатые люди там начинают свое мнение им намекнут что ваше мнение должно совпадать с мнением коммунистическая партия китая иначе вы останетесь без штанов они с какими не с миллиардами долларов и вот этот намек уже привел к тому что значит списке 10 крупнейших компаний мира уже не осталось ни одной китайской хотя там было несколько причем на хороших позициях и ну что сказать до до покупаем стратегически доллар китайский юань ну и доллар рубль коллеги состоялись выборы из комментариев в каком плане что ну все как обычно скажем так но доллар рубль держать теперь не зачем к выборам удержали все хорошо вот и как бы надо отпускать доллар рубль по двум причинам во первых нет смысла тратить деньги на поддержание его поскольку она уже выбора завершены в итоге подводится сейчас мы коротко об этом поговорим а а во вторых много взято социальных обязательств много выплат ну и понятно что они поднятия курса доллар рубль позволит так сказать но позволит нефтяникам газовикам металлистам продать выгодно внутреннем рынке валюты за рубли заплатить высокие налоги из этих налогов государство сможет рассчитаться социальными обязательствами перед теми по тем выплатам которые были обещаны вот что-то выплачено что-то еще метров новые буквально перед выборами прозвучали обязательства блокадникам ленинградским выплатить дополнительно что-то ну то есть эти обязательства конечно все это многие многие рублей ну и вот их естественно надо собирать ну а поскольку частный бизнес по сути лежит то естественно сырьевики кто занимается экспортом нефти газа металлов это основного источника пополнения бюджета для исполнения обязательств поэтому да друзья 73 33 основная тема сегодняшнего дня совершенно однозначно покупка доллара рубля еще на рубль наверх совершенно спокойно вопрос уже раньше никто на идее почему будет стратегически это просто не заключается в том удержит не удержит що работа понимать что политические держать не захотят потому что нужно выполнять бюджет на этом до рубль наезд доллар юань на верх причем может быть даже больше чем доллар рубль потому что выборы Главное руководство страны ближе. У них в 22-м, в 23-м годах у партии и у правительства свои выборы, естественно, свои решения, но это в разные годы у них пройдет. Ну, а у нас выборы президента, у нас в 24-м году, напомню, то есть через три года, ну, как бы песня еще и, так сказать, время для того, чтобы, так сказать, подготовиться к этой теме еще есть. Песня долгая. Все, друзья, двигаемся дальше. Ну, что, глобальные новости, какие у нас могут повлиять на рынок, естественно, начнем с выборов в России, поскольку, ну, нам и ближе всего, да и в мире достаточно активно освещают. Значит, вот я открываю предварительные данные, вижу, что 85% бюллетеней подсчитано, Единая Россия 49, я называю это первой цифрой, 49% предварительно, КПРФ 19, ЛДПР 7, Справедливая Россия 7, Новые Люди 5. Вот, может появиться пятая партия, Новые Люди, это Алексей Нечаев, по-моему, компания Фаберлик, вот, надо посмотреть поподробнее по этой партии, но все остальные там уже значительно меньше, вот, ну, кому интересно, посмотрите. Естественно, как обычно, кто-то возмещается, кто-то не согласен, вот, у меня вызвало вопрос, только, значит, ну, вернее, вопросов у меня много вызвали эти выборы. Я, кстати, хочу сказать, что это достаточно, вертикаль власти достаточно жестко провела, и на E-Trade TV это окажет влияние, то есть мне понятно, если они так жестко проводят выборы, то понятно, что тема закрытия торговли гражданом России на криптобиржах и зарубежных форекс-компаниях, она пойдет. Поэтому в качестве первого вывода выборов могу сказать, что 30 сентября в 10 дней мы подготовим спротегию перехода на другие инвестиционные направления, потому что заниматься в этой ситуации форекс-трейдингом, ну, вообще о нем говорить даже, о зарубежном форекс-трейдинге и криптобиржах нежелательно, потому что уже понятно, что то, что звучит, и, так сказать, блокировка сайтов тех компаний, и блокировка платежей граждан России на торговые счета этих компаний, все это, конечно, реальность, причем, как выяснилось, достаточно такая, скажем, близкая. Это, кстати, не значит, что те, у кого уже там есть счета и деньги выведены, какое-то проблему, нет, абсолютно, вы уже там, вы торгуете, ну, то есть торговать можно, я не вижу никакой связи с этой проблемой или сложности каких-то. А вот новым людям заводить нежелательно, потому что если платеж останавливают, то банк имеет право заблокировать ваш счет до полугода для выяснения обстоятельств, а что это вы же решили платить деньги туда, куда, так сказать, не рекомендуется. Вот, поэтому первый вывод, история форекса и крипты в России подошла к концу. Мне трудно это говорить, потому что моя жизнь тесно связана с зарубежными форекс-компаниями с 97-го года, вот, мы сотрудничаем активно, где бы я ни работал, во многих сферах мы взаимодействовали, вот, и в банковской системе, и в брокерской, и вот ютрейтовой, естественно, последние 7 лет вместе мы с вами это делали, но, то есть 24 года моей жизни прошли в этой сфере, но сейчас, когда мне очевидно, что сфера закрыта, бороться не будет. Найдем другую инвестиционную сферу, они есть, там недвижимость, искусство, стартапы, это все совершенно свободно, открыто, ими можно заниматься. Ну, конечно, очень важно найти крупные компании, которые заинтересованы будут в продвижении этих тем на E-Trade. То есть это большая работа, но совершенно очевидно, что история форекс-трейдинга, зарубежного, точнее, зарубежного форекс-трейдинга и криптовалюты, ну, криптовалюты все зарубежные, можно слово зарубежное не использовать, подошла к концу, и поэтому будем заниматься инвестициями в другой сфере. Это первый вывод выборов. Второй вывод выборов. Я очень удивлен был, прочитав, что тот, кто голосовал на выборах онлайн, удаленно, у них есть функция изменения поданного голоса, и около 214 тысяч участников этого голосования изменили свой голос после первичного голосования. Во-первых, шокирует само понятие изменения голоса. Как это? Это как это вообще? Человек проголосовал, все, его, ну, там, как-то через госуслуги это все, я не дистанционно, я сходил ногами, вот, поэтому я опыт этого не прошел, но, как бы, понятно, что если ты зашел в какой-то личный кабинет свой, проголосовал, то тебе должна выскочить табличка «Спасибо, ваш голос учтен», и все, и больше возможности зайти повторно вы не можете, потому что вы уже проголосовали, как это, кто это вообще придумал, так сказать, изменить свой голос, дать возможность, когда, значит, я бросаю бюллетень, это же полный, это же полный абсурд, если я бросил бюллетень вчера в урну, то я же не могу прийти через час, ой, вы знаете, я подумал, эта партия не такая, я хочу за другую, достаньте мне мой бюллетень, я переголосую, что за вред вообще, я посмотрел в мире, где-то есть возможность переголосить, я не нашел, кстати, когда надо будет очень серьезно посмотреть, не так там пробежаться, знаете, а серьезно посмотреть, может быть, это вообще единственный раз в мире, когда эту функцию ввели, вот, я не удивлюсь, не знаю, но не удивлюсь, почему, потому что сама идея, она шокирует, как это, ты отдал голос и потом передумал, тем более, что у нас же очень сильная вертикаль власти, ведь что может произойти, почему, ну, Запад не признает эти выборы, только даже по этой функции не признает однозначно, почему, потому что, ну, представьте, человек проголосовал через госуслуги, рассказывать мне, что никто не знает, что все анонимно, что ни у кого нет доступа, не надо, вот, не надо даже не смешить за меня, все все знают, и потом раз смотрят, что, так сказать, оба бюджетник проголосовал не за ту партию, тут же руководитель ему звонит и говорит, слушай, ты переголосуй лучше, ты все-таки работаешь в бюджетной организации и так далее, может такое быть, фантастический такой вариант, может быть, и человек переголосовывает под давлением, или, например, ну, какой-нибудь негодяй проникнет в аппарат ЦИКа, Центральной избирательной комиссии, или в аппарат компании, которая, значит, организует это голосование, и когда люди проголосуют, он так глянул, все ушли, да, и бах, поменял все итоги голосования в пользу другой партии, этого никто никогда и не узнает, вы что, этот негодяй, может, она вообще, не выбора все поменять, или, например, хакер какой-то залез в госуслуги, а такие случаи недавно были, когда хакеры проникали в личные кабинеты госуслуг, залез и поменял человеку, вот эти варианты, их можно бесчисленно множить, сразу возникает констрологическая теория, то есть что-то не то, сразу возникает сомнение, недоверие, зачем это сделать? То есть человек проголосовал для нас, все, мы выкинули табличку, спасибо, вас голосуют в чем, все, и он пошел спокойно, зная, что никто не залезет, никто не хакнет, никто проблему не создал. То есть, ну, неужели кто-то вообще, ну, в здравом сознании, так сказать, вот мог вообще допустить, даже теоретически, что можно поданный голос изменить? Я в шоке, например, реально, я сначала думал, может, это шутка какая-то, нет, обсуждают, да что же, даже говорят, вы знаете, у чаши даже задержка результатов о дистанционном голосовании запаздывает, потому что не могут подсчитать измененные голоса. А что их считать? Они в базе, они же уже стали, если вы отменили предыдущий, поставили новый, то это уже в базе, единственный голос, единственная опция, нажми кнопку Total, общий итог, и все. Как это может, я даже не пойму, как это может вызвать задержку, вы чего? Вы что там делаете с этим дистанционным голосованием? Я даже не могу понять, а что там можно делать? Не хочу догонять никакую конспирологию, но вот этот момент не додуман однозначно. Переделывайте, господа, переделывайте на единственную, на возможность единственного голосования. Нажал кнопку, так же, как я бросил бы, и что за прозоркие льготы, даже если убрать конспирологию. А что за годы такие? Я бросил в урну, и все, мне никто не позволит ее достать до людей назад. Да его не найдешь, там уже не подписано ничего. А значит, онлайн можно хоть 8 раз менять. А что это такое? Это неравные права участникам голосования. Что за дела такие? Вообще не додуман. Ну, естественно, там сейчас вся оппозиция встанет. Да вы там сейчас сами все поменяли, сами себе понакидали, и все. Это ясно. То есть, зачем надо было создавать такой повод? Это кто вообще предложил? Возовите имя, кто предложил эту идею. Возможность изменить голос при онлайн-голосовании. И увольте его, кстати говоря. Потому что это че-то чистая, дайте вот, имиджевые потери. И ничего там в нем больше нет в этом решении. Все, друзья. Ну, а вообще, честно говоря, я думаю, что в нашей стране онлайн-голосование абсолютно запрещенная тема. Категорически против. Уберите ее. Уберите ее, не выдумывайте. Вы что? Это, так сказать, вечная тема будет споров и основанием для непризнания выборов в России. Ну что, друзья. Вот такие выборы у нас. Я не думаю, что что-то изменится по итогам выборов. Но хочу сказать, что то, что появляется хотя бы там один-два новых человека, а тем более новая партия появится, тем более там основатель партии, предприниматель, бизнесмен. Ну, мало ли, знаете, поэтому говорить о том, что, ой, да что ходить, да там ничего не поменяешь. Я так и не думаю, понимаете. Нет абсолютно бетонных стен. Всегда как-то мы друг на друга влияем. И власть знает, так сказать, итоги, и, так сказать, настроение, и все. Ну, они же, если даже увидят, что вот сейчас пятая партия прорвалась в Госдуму, да, значит, какой-то есть запрос на что-то новое. Тоже задумываются люди. То есть все не бесполезно. И я не бесполезно сходил. И ТИТОС, и вы не бесполезно сходили. А степень полезности, вот меня критикует Анатолия Оренбург, Ирина Вячеславовна, степень полезности, как бы, ну, не будем, так сказать, обсуждать. Но то, что если ничего не делать вообще, это хуже, вот абсолютно в этом убеждаю. Я пошел, свой голос подал, там, ну, посмотрим, что будет. Все, друзья, выборы завершены. Дни 10 будут утверждать результаты. Так что официально объявят. Ну, понятно уже, что Единая Россия и губернаторы от Единой России практически везде побеждают. Далее, друзья, большой скандал между странами НАТО. Значит, Франция подписалась с Австралией на поставку, значит, подводных лодок. А раз эти американцы и британцы убедили Австралию, говорят, нет, французские не берите, берите наши. Вот, значит, и те поменяли. И скандал идет, Макрон возмущается, чуть ли не из НАТО уже тут собрались выходить, там протесты всякие. Вот, ну, конечно, это плюс Британии и плюс США. Вот на этом скандале доллар пытается сегодня укрепиться, но он исчерпан. Я не думаю, что дальше сильно отдадут. Мне кажется, здесь уже надо смотреть на внутренние сложности других государств, там, Китая и России, ну, скажем, не сложности даже, а, скажем, политические дискуссии в этих странах. Что, конечно, приводит к укреплению доллара, снижению национального курса валюты. Вот, поэтому сказать, чтобы сейчас прямо еврик на все продавать, я бы не стал, я вам честно скажу. Давайте посмотрим, потому что этот импульс скандала с австралийскими погодными лодками, мне кажется, сегодня исчерпан. Больше идет скандал, ну, по России понятно, сейчас будут возмущения, протесты, непризнания выборов с каких-нибудь стран, членов Евросоюза или США. Вот, в Китае сейчас начнется своя истерика. Вот, мне кажется, наши заработок сейчас, это юань и рубль. Вот, честно вам говорю. Тем более, в Китае, смотрите, что творят. В Китае запретили прогнозировать курс юаня. Оба, но китайские брокерские компании перестали давать прогнозы по курс юаня под давлением властей, усиливающих констроль за медиапространством и финансовыми рынками. Только иностранцы дают курс юаня. Ну, естественно, естественно, вот, контроль-то усиливается. Ну, а что такое не прогнозировать курс юаня? Значит, они понимают, что юаня сейчас посыпется. Вот, поэтому, друзья, давайте сейчас не будем евро. Даже те, кто там влюблен в евро и только евро торгует, посмотрите на юаня на рубль. Вы там можете заработать больше за счет внутренних политических условий в России и в Китае. То есть, по евро сегодня, вот не удивлюсь сегодня конкретно. Мы торгуем интро-дэй, я другие дни не обсуждаю. Вот сегодня конкретно вообще не удивлюсь, если рубль, если доллар по евро, по фунту остановится, а по юаню и по рублю стрейнер. Вот вообще не удивлюсь. Но нам-то зарабатывать надо каждый день, поэтому эта тема и наиболее интересна. Далее, друзья, российскую новость, еще одну озвучу. Олег Тиньков, основатель ТКС Групп, главный актив Тиньков Банк, договорился с американским Минюстом об урегулировании налоговых претензий. Следует из материалов суда северного округа штата Калифорния. Ну, это хорошо, очень хорошая новость для Тинькова. Какое решение, там мы узнаем подробнее. Там были налоговые претензии. Ну, вроде бы, я так понимаю, что... Ну, судя по как пишут комментарии журналисты, судебное слушание 1 октября, как бы, будут подведены эти итоги. Давайте посмотрим. Вот, кстати говоря, я бы не стал торопиться до формального решения. То, что договорились, это одно. Там же все что угодно может быть. Там тоже надо вчитываться в решение суда. Может, там признание вины надо. Может быть, там штраф какой-то безумный или еще что-нибудь. Тут тоже надо все это смотреть. Но новость такая есть, журналисты активно обсуждают. Посмотрите на нее тоже. Анатолий Овенбург пишет... А я вам месяц назад говорил, что Китай сливают. Ну, так вы продали индексы китайские или нет? Вот. Надо же работать по своим сигналам. Все, друзья, подводим итоги. Биткоин 44.700 подседает. Биткоин, смотрите, доллар подзаталкивает все. Фундаментальные новости, коллеги. Да, монету давайте брусим, посмотрим. Значит, на прошлой неделе был у нас селл, напомню вам, по WTI. Давайте смотреть, что у нас в моменте WTI. Да, селл сработал. Замечательно. 60% доходности показывает монета на прошлой неделе. Ну, 60% правильных бросаний. Селл и бай. Две стороны у монеты бросаем. Смотрим. Так, вот, и смотрим. Селл монеты видит и сегодня. Макроэкономика дня. Здесь день выходной в Японию и в Китае. Китай сегодня выходной. Вот им сейчас могут их все и подзавалить, пока они отдыхают. Других новостей нет. Все, друзья, подводим итоги. На мой взгляд, с учетом политической ситуации в Китае и в России, покупка доллара, китайский юань, доллар-рубль наиболее интересная. По остальным валютам не так все, скажем, мне, во всяком случае, понятно, с точки зрения технического, фундаментального анализа. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.